Здравствуйте! В эфире Время новостей МИАС. С обзором событий вас познакомят мои коллеги и я, Ирина Бернастаева. В администрации города состоялась комиссия по вопросам экономической и бюджетной политики. Депутаты заслушали доклады от руководителей различных муниципальных управлений города и обсудили бюджеты округа на предстоящий 16-й год. МИАСу придется затянуть пояса потуже. Главная тема заседания – исполнение бюджета МИАСского городского округа за 9 месяцев текущего года. Управление социальной защиты населения, культуры, спорта и экологии рассказали о расходовании бюджетных средств. По информации руководителя Управления социальной защиты населения, на сегодняшний день израсходовано приблизительно 70% от запланированной суммы. Это более 19 миллионов рублей. Направлены эти средства на выплаты по льготам, по садовым перевозкам, помощь малообеспеченным пострадавшим от пожаров, содержание многофункциональных центров. Что касается МФЦ, как отметила Елена Липовая, центры значительно разгрузили очереди в соцзащите. Когда наступает отопительный период, когда людям необходимо, большому количеству людей, необходимо предоставить документы на субсидии. МФЦ нам в этом деле очень хорошо помог. Он хотя бы разгрузил часть жителей, взял, оттянул на себя. В МФЦ тоже очень много народу. Также депутаты обсудили бюджет на предстоящий год. По информации финансового управления администрации, основная цель на 16-й год – погашение муниципального долга. На это, к слову, предлагается заложить почти 100 миллионов рублей. Кроме того, в будущем году из городской казны деньги будут выделяться в основном на поддержку социальной сферы. Это зарплата работникам бюджетной сферы, оплата топливно-энергетических ресурсов и содержание социальных учреждений. В сфере ЖКХ финансироваться будут только первоочередные нужды города – содержание дорог, освещение и транспорт. Доверчивые пенсионеры – мошенники снова обманывают МИАСов. Различными способами они пытаются обмануть пожилых людей и выманить в них деньги. Чаще всего мошенники справляются с этой задачей на 100%. В МИАСе мошенники вновь решили напомнить о себе. Два одинаковых случая произошли в городе с разницей в час. Гражданке 1937 года рождения позвонил по мобильному телефону человек, представившийся внуком, и попросил одолжить 15 тысяч рублей. Пенсионерка согласилась и отдала при встрече незнакомому человеку всю сумму. Во втором случае мошенники звонили пенсионерке на городской телефон, попросили 20 тысяч рублей на срочное дело. Пожилая женщина отдала новоспеченному внуку деньги. Пожилые люди редко могут точно определить, кто именно пришел к ним домой в силу возраста. Обманщики пользуются этими факторами, приходят к ним, как ни в чем не бывало, забирают у стариков последние деньги. Фальшивомонетчики тоже не дремлют. В селе Черное пенсионер едва не расплатился с продавцом деньгами из банка приколов. А 80-летняя жительница того же района обнаружила обман спустя несколько недель после получения на руки фальшивых денег. Последний случай мошенничества произошел вчера. Неустановленное лицо, находясь в доме по улице Октябрьской, путем обмана, под предлогом обмена денежных средств, похитило у гражданки 1930 года рождения денежные средства в сумме 14 тысяч рублей. Изъяты сотрудниками полиции три купюры по 5 тысяч рублей и три купюры по 500 рублей. Банка приколов. Подозревается женщина в возрасте 60 лет. Приметы преступника пострадавшая дать не смогла. Полиция города советует предупредить своих пожилых родственниках о случаях мошенничества. При обнаружении фальшивых купюр стоит незамедлительно обратиться в полицию по номеру 02 или 112. Они спасают наши жизни и помогают в экстренных ситуациях. Совсем скоро День спасателей и 25-летие МЧС России. Пятый отряд противопожарной службы объявляет о конкурсе, в котором могут принять участие дети. Дети от 5 до 11 лет могут принять участие в конкурсе рисунков, а ребята от 11 до 18 в конкурсе фото и видеоработ. Всего будет три номинации. Предотвращение, спасение, помощь, 25 лет во имя жизни и в кадре герои. Конкурсанты могут представить только одну работу в каждой номинации. Они должны отразить работу сотрудников спецслужб, будь то пожарные спасатели, спасатели на воде или сотрудники, например, гражданской обороны. Любая работа именно экстренных служб должна быть отражена в этих работах и данная работа имеет право на участие. Заявки на участие в конкурсе и творческие работы принимаются до 22 декабря. Телефон для справок 55 35 84. МИАСКИ 11-классники написали сегодня итоговое сочинение. Это обязательное испытание для тех, кто в 16-м году окончит школу. Успешное написание работы является одним из условий допуска к ЕГЭ. Екатерина Выдрина, как и многие другие 11-классники, готовится к написанию итогового сочинения и начала еще в прошлом году. Прочитано много книг, написано много тренировочных работ. И вот сейчас она с радостным чувством вышла из кабинета, где проходил экзамен. Одно испытание позади. Катя надеется на хороший результат. Когда мы пришли сегодня уже, конечно, внутри нас было какое-то волнение, все-таки страх. Но темы, конечно, попались очень неожиданные, не такие, к которым мы готовились, вообще, какие мы ожидали. Сочинение сегодня написали 11-классники всех городов России. На выполнение работы отводилось почти 4 часа. Для учеников с ограниченными возможностями здоровья на полтора часа больше. Темы сочинений заранее ученикам не сообщались. Были известны лишь направления. Время, дом, любовь, путь, год литературы. Каждое направление – набор тем, каких именно, школьники узнали только на экзамене. За порядком проведения экзамена в каждой школе следили наблюдатели. Процедура проведения была соблюдена, нарушение не выявлено. Все ребята справились с данным мероприятием и сроки уложились. Оцениваться сочинение будет по системе зачет-незачет. Для допусков ЕГЭ нужно получить зачет, то есть работа должна соответствовать необходимым критериям. Среди обязательных – соответствие теме и аргументация. Но у учеников есть стимул написать сочинение как можно лучше, глубоко раскрыть предложенную тему и привести сильные аргументы, а не просто получить зачет. При поступлении в ВУЗ, если ученик идет на гуманитарное отделение, то он может набрать 10 баллов. 10 дополнительных баллов они влияют для поступления в ВУЗ. Результаты испытания будут известны через 6 дней. Для тех обучающихся, которые получат незачет или не завершат написание сочинения, предусмотрена пересдача 3 февраля и 4 мая 2016 года. Те, кто и на пересдаче получат незачет, да и ЕГЭ допущены, не будут. Ирина Горностаева, Айдар Насыров, ОТВ МИАС. Будущее телевидение. Ученики школы номер 11 открыли в свою телестудию. Ее главный редактор, девятиклассник Евгений Фатькин, успешно участвует в конкурсах различного уровня и даже обучает учеников младших классов основам тележурналистики. 28 августа прошел школьный сбор, на котором присутствовали все ученики нашей школы. Евгений Фатькин начал увлекаться тележурналистикой в 2012 году. Теперь он главный редактор школьного телевидения. Помогает ему одноклассница Арина Дудник. Но в съемочном процессе участвуют и другие ученики школы номер 11. Проект ребята назвали школьности. В настоящее время у нас уже отснято более 30 выпусков. Это только новостей. Также у нас существуют еще две рубрики, такие как «Желтая пресса» и «Мьюзик Тексис» – музыкальная программа. Евгений Фатькин хочет связать свою жизнь с журналистикой, поэтому постоянно совершенствует умения и принимает участие в городских, федеральных и даже международных конкурсах. Он был награжден путевкой во всероссийский лагерь «Океан» билетами на чемпионат мира под Хэквондо. В поездках Евгений тоже работает, снимает репортажи. Учителя начинания девятиклассника и его друзей по телестудии поддерживают. Надеемся, что кто-то из них выберет такую непростую профессию, как журналистика и тележурналистика. И мы, как педагоги, наверное, считаем, что мы стоим на правильном пути, ведь главная наша задача – помочь детям выбрать правильный путь. Ну и тем более таким одаренным, как вот в данном случае. Своими знаниями Евгений делится с учениками младших классов. Он рассказывает им о том, как интересно и непросто быть журналистом. У меня у самого лично есть книга «Детская тележурналистика» Андрея Титова. Там хорошо все описывается. От написания сценария до съемки репортажа. Вдохновленные примером Евгения Фальскина, ученики младших классов уже мечтают о том, как будут репортерами, ведущими, редакторами, монтажерами. Даниил Суроваткин, например, хочет стать режиссером. В телевизоре мне всегда нравился показ, как делали тот или иной фильм. И мне нравились режиссеры, потому что они сидят на специальных стульях и должны говорить, когда что должно начинаться. Они должны распределять роли, следить за всем. Планы у ребят грандиозные. А в ближайшее время они собираются на фестиваль «Медиа поколения». Правда, финансов на поездку пока не хватает. Поэтому будущие журналисты не откажутся от помощи спонсоров. Вы тоже можете поддержать талантливых школьников. Ирина Горностаева, Айдар Насыров, ОТВ МИАС. 1 декабря исполнилось 14 лет со дня образования Всероссийской политической партии «Единая Россия». А ученики 26-й гимназии провели этот день на футбольном поле. На встрече присутствовали депутат Сергей Федоров и председатель собрания депутатов МИАСского округа Евгений Степовик. Место проведения мероприятия выбрано не случайно, ведь 26-я гимназия является одной из наиболее ярких и успешных площадок, в которой по инициативе «Единая Россия» внедрялся партийный проект образования. За это время учебное заведение получило статус гимназии. Усовершенствовался внешний вид и главное – внутреннее содержание. Благодаря поддержке партии в гимназии появились современные компьютерные классы, новые лаборатории, спортивные и баскетбольные площадки. Ученики старших классов в этот день играли в футбол. И пусть состоявшийся матч носил только товарищеский характер, но награждение победителей команды прошло по-настоящему торжественно. Ребята получили грамоты и кубок, а в качестве главного приза – футбольный мяч с автографами профессиональных игроков и первых лиц города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова